Александр Гринцов проводит за компьютером большую часть своего дня порядка 10 часов. Мужчина не понаслышке знает о том, как защитить себя от мошенников. Правда, камеры на своих устройствах не заклеивает. «Просто не захожу на посторонние сайты, посторонние ссылки незнакомые мне и не пользуюсь всякими недоверенными программами. Я в принципе не вижу смысла заклеивать камеры на ноутбуках или на вебках». Эксперты по кибербезопасности говорят, многие казахстанцы действительно заклеивают камеры на своих устройствах. Для этого даже есть специальные шторки. Правда, это не гарантия анонимности. Мошенники могут подключиться к аудиоустройствам и записать ваш приватный разговор. Завладев вашим голосом, могут использовать его для шантажа и дальнейших афер. «Получив нашу биометрическую информацию, видео с нами, голос, фотографии. Эту информацию мошенники могут использовать, чтобы создать нашего цифрового двойника и дальше уже от нашего имени выходить к другим людям, в мессенджерах, через социальные сети, еще как-то, и представлять с нами, вымогать деньги, просить какие-то логины, пароли, открыть ссылки». Таким способом мошенники могут получить данные по телефону, используя голос человека или, например, фото или видео во время звонка, сетуя на плохую связь. И хорошо, если это будут просто коллеги, а не цифровая копия директора, который позвонил своему бухгалтеру и сказал перевести крупную сумму денег. Для того, чтобы сохранить приватность, эксперт рекомендует установить специальные программы, которые блокируют камеру и микрофон. Специалисты рекомендуют также не доверять непроверенным сайтам и не давать им использовать свои изображения. Такое часто бывает, например, в онлайн-тестах, на кого вы похожи, а еще минимизировать использование аудиосообщений, которыми мы частенько заменяем текст.